Совсем недавно Санкт-Петербург был признан самым читающим регионом России. Фэнтези или повесть, отечественная или зарубежная литература? Сегодня мы узнаем, каким книгам петербуржцы отдают наибольшее предпочтение. Достоевский, что последнее было, Бедные люди. Я читаю биографию Есенина. Из жизни замечательных людей серия выходит. Я читала Триумфальную арку. Я только начала сейчас, поэтому толком не могу сказать, они только встретились. Но пока интересно. Отцы и дети. В принципе, все читается с наименования, взаимоотношения отца и сына, так скажем. Я думаю, что оно сейчас актуально в наши дни, несмотря на то, что это было написано 100 лет назад. Допустим, Ремарк. Последнее, что было, это Шекспир Гамлет в разных переводах. Последнее, что прочитала, кстати, Анну Каренину неделю назад, да, перечитала. Вот. Ну, просто в школе дают определенную базу. И дальше, ну как, до наших классиков, наверное, нужно дорасти немножко. Потому что то, что проходится в школе, это немного необъективно, наверное. Нет, почти не читаю. Да мне сейчас не вспомнить. Я не помню, что я сейчас читаю в последнее время. Начала читать Сартра от тошноту. Вот. Мне было бы интересно прочесть в ближайшее время Шпенглера «Закат Европы». Вот. Литературу, которую выбираете, вам советуют или вы сами интересуетесь? Ну, отчасти советуют. То есть я доверяю людям, которые разбираются в этом и могут посоветовать мне какую-то хорошую литературу. Еще я недавно прочитала Дмитрия Сергеевича Лихачева «Письма о добром». Очень хороший пистолярный сборник. Недавно я купила книгу «Не ешьте в одиночку». Никогда не ешьте в одиночку. Это бизнес-литература. А почему нельзя есть в одиночку? Ну, для того, чтобы налаживать связи, нужно все время общаться, получать какие-то новые контакты, расширять свой круг общения. Поэтому автор рекомендует никогда не ешьте в одиночке и все время искать, с кем бы провести время, пообедать и получить полезную информацию. Автор российский или зарубежный? Нет, зарубежная Америка. То есть больше предпочитаете зарубежных авторов? Да, мне нравится. У них довольно-таки интересно раскрываются темы из популярной психологии, бизнес-тренинги различные. В общем, вот это мне интересно.